Телеканал КРТ представляет. То есть в тех же пабликах в Телеграме и в Нексте, и в ее дочках, по городам они делают дочки, Бобруйск, Орша, Пинск, Минск и так далее, то там распространялись методички о том, как нужно действовать против сотрудников милиции, ОМОНа, правоохранителей. То есть в частности речь шла о том, что используйте фейерверки, причем как можно более крупный, фейерверк можно купить, если вам его не продают, внимание, заберите силы этого блага, то есть в магазине заберите силы этого блага. Дальше. Опять-таки заберите силы, выбрасывайте водителей грузовиков из их грузовиков, а грузовики используйте для того, чтобы таранить правоохранителей. И учитывайте, что таран двумя-тремя грузовиками более эффективен, объединяйтесь. Вот такие рекомендации звучали. Когда правоохранители действуют жестко, но они понимают, потому что у каждого может быть в рукаве все что угодно. Опять-таки вот в этих же пабликах там хвастаются, как мы там попали на облаву и как мы ее отмазали. Да, там одна женщина говорит, я сказала, что я беременная, прокатила девочки, возьмите на вооружение. А в следующий раз эти правоохранители встретят женщину с подозрительными предметами, которая действительно будет беременна, и ей это, ну, ну, ей уже не поверят. Потому что вот эти вот мирные протестующие постоянно подставляют. Опять-таки вот даже по первому дню там статистика была примерно один к одному пострадавшие правоохранители и мирные протестующие. Возьмем вот эту сакральную жертву первую, да, возле метро Пушкинская в Минске. Человек, значит, есть две версии. Версия Министерства внутренних дел, что человек пытался бросить, причем судимый, причем по убийству, да. Пытался бросить, может, ошибаюсь по статье, пытался бросить самодельное взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов. То есть он намеревался совершить убийство, причем убийство ни одного человека. Что произошло? Это взрывное устройство, самодельное, руки не с того места у него растут, когда он его делал, оно взрывается у него в руках. Он погибает. Сакральная жертва, жертва кровавого режима. Вот так его как бы сейчас представляют. На самом деле это убийца, который в очередной раз хотел совершить убийство. И вот поклоняюсь. У нас, кстати, вот такая же самая ситуация была, да, когда у нас там создавали сакральные жертвы совершенно, абсолютно искусственно. Из просто случайных людей, ну, у нас было больше времени у этих организаторов. Я не знаю, что их так поддавливает, почему они так торопятся, почему они так сжимают сценарий. Может быть, это вот как раз реакция Лукашенко тому виновная. Может быть, какие-то другие обстоятельства. Может быть, знаете, день рождения был недавно, вчера, да, у Сороса, да. Может быть, они подарок хотели дедушке сделать, мало ли он там дальше, неизвестно сколько, 90 лет проживет. А здесь вот подарок хороший, да, под дедушкой Сороса. В общем, они торопились, реально торопились. А у нас же, помните, того же Нигояна его сколько обхаживали. Он как бы случайно попадал в объективы телекамер несколько раз, читал стихи Шевченко. Армянин, читающий Шевченко, это же как здорово. А потом, оп, его убивают из дробовика на расстоянии, на котором дробовик точно не достанет. Ну, если его брать от правоохранителя.